Приветствуем всех на канале Mystic Health. Я Наталья и моя коллега Татьяна. И сегодня мы хотим немного рассказать о том, что такое дома гороскопа. А то некоторые люди спрашивают, потому что начинают путать дома и знаки зодиака. Что такое гороскоп? Гороскоп – это фотографии мозга человека на момент его рождения. И тот знак, который восходит в момент рождения человека, называется асцендентом или восходящим знаком. За сутки проходят все 12 знаков зодиака, начиная от овна и заканчивая рыбами. Поэтому мы такие многообразные, такие разные, такие все индивидуальные и замечательные. Итак, что такое дома? А дома – это сферы жизни, то есть различные сферы домов, так же, как и знаков зодиака – 12. И они чем-то перекликаются с зодиаком, а чем-то нет. И каждый дом отвечает за многие сферы, но есть из них несколько основных. И об этом мы сейчас расскажем, а начнёт Татьяна. Да, спасибо, я начну. Тогда первый дом или первый сектор, он называется сектор «я» на барабане. Ладно, я шучу. Он называется сектор «я». Да, это сфера личности, она говорит, как человек был рождён, о его теле, какой ресурс здоровья. Может быть, не ресурс, а потенциал здоровья, да, какой у человека есть. Есть люди, которые очень легко заболевают, а есть люди, которые, не знаю, упали с четвёртого этажа и отряхнулись и пошли дальше. И также это, как я манифестирую себя, как я заявляю миру о себе, да, внешний вид и характер человека. Об этом всём рассказывает первый сектор или первый дом гороскопа. Ну и, может быть, как пример, если, например, у вас солнце в первом доме, вы будете как солнце для других, и все вокруг будут кружиться вокруг вас, как планеты. Да, вы будете очень притягательным, харизматичным. Если это луна, как у меня, то у вас может очень сильно меняться настроение. Вы можете быть таким мудой, как человеком настроения, да, но в том же плане вас могут видеть как такого артистичного человека, который умеет играть на фортепиано эмоции. Такой пример на двух планетах. Ну хорошо, это было в первом секторе, и следующий, второй сектор. Следующий, второй дом. Второй дом, он отвечает за семейное счастье, родительскую семью, за материальные блага, за свои личные накопления, которые мы накопили, мы заработали за свою жизнь, и в том числе банковские накопления и банковские счета. Также он отвечает за пищу, за речь, а в физиологии он отвечает за лицо, ну, где-то частично за зрение, губы, может быть, зубы, челюсть, горло. И очень хорошо иметь во втором доме Меркурий и Юпитер. Тогда этот человек получит большое благосостояние. Если имеется связь между правителем второго дома и правителем одиннадцатого дома, который тоже связан с деньгами, то это показывает очень богатого и состоятельного человека обычно. Ну, конечно, мы смотрим еще на другие планеты, но чаще всего это так. И Венера и Меркурий во втором доме тоже дают очень хорошую прибыль. Теперь о третьем. Окей. Третий сектор, он называется сектор смелости. И этот сектор отвечает, он считается как сектором собственных усилий. Он расскажет о том, насколько вы амбициозны, смелы, способны принимать решения, насколько вы уверены в себе, дисциплинированы. Также, насколько человек сфокусирован на себе, да, насколько он независим. То есть сила, также это умения, разные умения, скажем, какие-то практические умения, да. И также этот сектор расскажет о том, какие отношения у вас со сверстниками, братьями и сестрами. Это, наверное, то, что я хотела сказать про третий сектор. Тогда сектор амбиций. Насколько вы амбициозны, смелы и готовы бороться за себя в этом мире. Класс. Ну, тогда дальше четвертый сектор или четвертый дом. Ну, в первую очередь, это дом матери. Дом нашего внутреннего счастья, нашего детства, эмоциональная удовлетворенность, имущество, движимое и недвижимое. Друзья, особенно те, которых мы получаем в детские годы. Транспортное средство. Ну, я уже сказал, движимое имущество. В физиологии сердце, грудь, легкие. Если у вас в четвертом доме Марс, то, скорее всего, он вам даст недвижимость. Если в четвертом доме у вас Солнце, то, скорее всего, у вас шикарный статусный автомобиль. Ну, собственно, то, что я хотела сказать о четвертом секторе дальше. Татьяна, прошу. Так, следующий будет пятый сектор. И пятый сектор — это сектор интеллекта. Он расскажет о том, насколько силен ваш интеллект, какая у вас эмпатия, чувство сострадания к другим. Также он расскажет о вашей способности любить, вашей романтике, способности привязываться. Например, Сатурн в пятом доме даёт сложности с привязкой в отношениях, более такую отстранённость, но в то же время может дать такой холодный интеллект, острый интеллект. И также пятый дом — это дом детей, дом подчинённых и дом студентов. Потому что это как бы такая плеяда, где если вы начальник, то подчинённые ваши дети, а если вы учитель или профессор, то студенты — это как ваши дети. Также этот дом или сектор расскажет о вашей способности самовыражаться через искусство. Поэтому этот сектор очень важен для тех, кто занимается актёрскими профессиями и выражает себя через креатив. И также это дом коммуникации. Это способность изучать языки разные и как бы даже, говорят, считывать символы, потому что символы — это тоже своего рода языки. Как бы такая способность коммуникации. Об этом расскажет пятый дом. Ну да, для креатива очень важен, для детей, для интеллекта. Для романов, что для многих очень важно. Да. Это не замужество, не брак, а именно романы. Но способность любить, потому что брак — это как больше такое сотрудничество, а здесь именно способность романтики. Это больше романтика, любовь, привязанность. Спасибо. Следующий будет шестой. Пожалуйста, ждём. Да, шестой сектор, шестой дом. Но самое главное, его сфера — это враги, долги, болезни. Служение. Но под служением подразумевается и государственная служба и работа, и также это может быть служба людям на их благо, служба животным там в каких-то волонтёрских организациях. Это чаще всего работа в подчинении, имеется в виду служба вот такая вот. Часто это работники общепита, медицинские работники, полицейские, военные, ну то есть люди, которые служат другим людям. Сельскохозяйственные сюда тоже специальности. И в физиологии это пищеварительная система, но в основном кишечник. Так, если у вас Луна в шестом доме находится, то тогда, скорее всего, вы часто испытываете умственное напряжение, могут быть проблемы с матерью, какие-то страхи, бессонница. То есть иметь хорошую планету в шестом доме не очень хорошо. Лучше всего иметь в шестом доме плохие планеты, тогда они приносят меньше вреда, а наоборот приносят пользу. Но если у вас много планет в шестом доме, и плохих в том числе, то это тоже не очень хорошо. Желательно иметь одну, ну максимум две. Так, это то, что я хотела сказать о шестом доме. Теперь, Татьяна, пожалуйста, седьмой дом. Да, седьмой дом – это дом партнёрства. Если первый дом – это я, то седьмой – это все они. Это мои гражданские партнёры, если так можно говорить, гражданские партнёры. Да, можно, конечно. Здесь всё разрешено. Ты что хочешь? Я думаю, это правильно. Хорошо. Гражданские партнёры, да, и также наши мужья, жёны, да, как бы это наши брачные партнёры, и также наши деловые партнёры, да, с которыми мы делаем бизнес, с которыми мы сотрудничаем, или просто все они, с кем мы взаимодействуем не один раз, а на такой долгосрочной перспективе, такая долгоиграющая музыка, да, наших встреч. И также этот дом отвечает за бизнес, за коммерцию, способность продавать, как бы так вот коммуницировать с другими, увлекая туда деньги, да, как бы обмениваться и делать бизнес. Вообще считается, что в седьмом доме лучше не иметь никаких планет, да, но если вы имеете, то не расстраивайтесь, потому что всё, что не делается, всё к лучшему, да, и любая позиция имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Например, Венера в седьмом доме вам даст красивого, не знаю, партнёра, вы можете делать бизнес в сфере венерианских нот, да, поэтому... Да, красота, любовь. Да, да, да. Ну да, если там Луна, то, скорее всего, ваше сознание постоянно находится в доме их, а не себя, и вы всегда думаете о других. Это точно, согласна у меня, как раз Луна в седьмом доме. А, да? Ну, расскажи, как ты это чувствуешь? Ты думаешь всё время больше о других, да? Да, я больше думаю о других, чем о себе, хотя это неправильно. А о бизнесе тоже думаешь часто? О бизнесе думаю, конечно. О партнёрстве наверняка, да. Ну, ясно. Ну вот, это было о седьмом доме, о седьмом секторе, да, и следующий будет восьмой сектор, да? Да, восьмой сектор, восьмой дом. По этому дому смотрятся в первую очередь долголетие, оккультные и мистические знания, интуиция, сексуальная привлекательность, способность к психологии, тайны, а также лотереи, выигрыши, то есть не то, что мы можем заработать, а именно то, что мы можем получить, не прилагая к этому усилию. Сюда же относится наследство, причём наследство родовое, там, родительское, или там, ну, от кого-то из членов семьи, это относится сюда. Сексуальная привлекательность, и в физиологии область ниже пупка, считается, управляется восьмым домом, ну, то есть это репродуктивные органы, там, ну, всё, что там вот ниже. Зловредные планеты в восьмом доме могут заставить человека много рисковать. Венера в восьмом доме даст сексуальную привлекательность, причём такую роковую. Юпитер в восьмом доме не очень хорошо себя чувствует, хотя это самая благоприятная планета. Из таких более-менее благоприятных хорошо себя чувствует в восьмом доме Меркурий, потому что он не портится, находясь в восьмом доме. Ну, это, наверное, то, что я хотела рассказать об этой сфере. Дальше девятый дом. Татьяна, пожалуйста. Спасибо. Тогда девятый дом — это сектор того, как мы влияем на других, да? Это дом наших ценностей. Какие наши ценности? Потому что на основании ценностей мы принимаем решения. Это наша философия, наша религия, да? Этическая мораль, которую мы исследуем, да? Можно видеть такая мораль у человека, скажем. Образование, учителя, родители, да? Или какие-то... Мы их называем ещё такие старшие... Особенно отец, да? Особенно отец. Да, отец. Ответственность, щедрость, да? И также процветание и удача. Об этом всём рассказывает девятый сектор гороскопа. О планетах, наверное, не буду говорить. Это хороший дом. И, конечно, хорошие планеты там принесут какую-то удачу. Но, как я уже говорила, что любое положение имеет плюсы и минусы. Поэтому это такое... Ну, где-то мы имеем хорошие положения, где-то напряжённые. Но Питер, к сожалению, в девятом доме, казалось бы, самая лучшая планета. Но, находясь в девятом, он немного портит удачу и вредит отцу. Да. У меня, кстати, Юпитер в девятом. Ну, а ты подтверждаешь это или нет? Или опровергнешь? Ну, папа достаточно рано умер, да? Как бы, если мы так можем рассуждать. Но удачу портит. Я не знаю про удачу. Потому что это такой очень сложный момент себя оценивать в рамках удачи. Что такое удача? Ты же никогда не был там в другом теле. Ты не знаешь, как можно в другом месте вести. Но, в принципе, я бы сказала, что... Не знаю. Не знаю. Про удачу не могу сказать. Хорошо. Ну, мы надеемся, что это не совсем так. Но в трактатах древних написано, что... Брехат Параши Хоро Шастра учит нас именно тому, что Юпитер все-таки, будучи самой благоприятной планетой, портит девятый дом. Но, давая аспект из девятого дома на третий, на дом собственных усилий, он его улучшает. Даже если там какие-то негативные планеты, то под благотворным аспектом Юпитера они улучшают свои качества. Согласна? Ну, да, при том, что у меня еще так же девятый, он там не только Юпитер, там три планеты. Поэтому, ну, они тоже влияют, мне кажется. Ну, конечно. Такой большой коктейль. Наверное, я не буду лучшим примером. Но согласна, да, согласна. Я слышала об этом, что не лучшее положение. Хотя странно, да, девятый стрелец. Да, да. И ему там не нравится, да? Ну, ладно, не нравится, не нравится. Идем дальше. Десятый сектор, да? Да, но десятый сектор, он, десятый дом, в первую очередь связан с карьерой, с профессией, с положением в обществе, известностью, почестями, там, различными наградами от правительства, достижением успеха, статус на службе, политическая власть. Физиологию предоставляет колени. Очень хорошо иметь солнце в десятом доме, потому что десятый дом – это зенит, то есть в момент рождения планеты, которые находятся в десятом, они в зените находятся у нас над головой, и очень хорошо иметь там солнце, Меркурии, и это благоприятно для профессии и для денег. Юпитер также очень хорошо иметь в десятом доме. Ну, собственно, это, наверное, всё, что я хотела сказать про десятый дом. Спасибо. И тогда от меня будет одиннадцатый сектор. Этот сектор я называла блага общества. Да, это всё, что нам может дать общество. Это друзья. По одиннадцатому сектору можем видеть, какие отношения у натива или у нас, да, у человека, гороскоп, чей мы смотрим. Отношения с друзьями. Это также приятели. Такой вот круг общения, да, в такой большом контексте групп, социума. Это также развлечения. Это вкус человека, да, какой у него вкус, насколько он утончённый или не очень. Это прибыль. И это удовольствие. Это удовольствие от общества, от жизни. Да, это одиннадцатый сектор. Мой любимый. Следующий. Я всё сказала или, может быть... Ну, тоже хотела бы добавить, что это ещё дом роста, и поэтому планеты, которые находятся в одиннадцатом доме, они со временем начинают приносить больше результата, нежели в начале. Особенно хорошо тоже там иметь Солнце, Меркурий это будет давать прибыль, Венера, Юпитер тоже как бы хорошо. Марс тоже недвижимость, и работа в таких серьёзных сферах, связанных там с металлами, с государством, с землями, недвижимость. И конфликты с друзьями, да? Да, конфликты с друзьями. Ну, кому что, кому деньги, кому друзья. Вообще своя карма. О, как было. Мой заключительный двенадцатый дом. Двенадцатый дом – это дом ограничений, потерь, расходов, потери имущества, это заключение под стражу или ограничение свободы, как в больнице там, в том числе и психиатрические, санатории тоже, заграничные поездки, сексуальное удовольствие, спальни, постель. В физиологии – это ступни. Сатурн, находясь в двенадцатом доме, приносит печали. Марс может принести тюремное заключение. Венера приносит материальные желания, сексуальное наслаждение, красивые спальни, но тоже зависит, конечно, как она расположена, удовлетворение сексуальной жизнью. Раху приносит заграничные поездки. Ну, еще такой момент, о котором мы уже с Татьяной говорили, у кого Раху в двенадцатом доме, у кого Венера в двенадцатом доме, напоминаем, не рекомендуется употреблять пищу и напитки в постели, особенно если вы имеете свою вторую половину, потому что это будет приводить к ссорам и разладам. Ну, это, наверное, собственно, все, что мы хотели рассказать. У тебя есть что-то добавить? Ну, в таком случае надеемся, что мы рассказали понятно. Всем добра и позитива. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok